Сложно отыскать того, кто получал бы удовольствие, переплачивая. Выбирая из двух одинаковых предложений, любой человек однозначно склонится в пользу того, которое будет дешевле. И тем не менее, когда речь заходит о выборе фундамента дома, почти в 90% случаев заказчики платят гораздо больше, чем могли бы. Выбирая фундамент, они совершенно упускают из виду, что он только передает нагрузку от надземной части сооружения на основание, а реально держит постройку грунт в основании фундамента. Более того, заказчики, как правило, уверены, что похожие грунты имеют схожие характеристики, а значит, в процессе эксплуатации будут вести себя одинаково. И это при том, что грунт — сложная, многокомпонентная система, созданная природой. Хотя бы раз кому-нибудь из вас доводилось видеть в природе что-нибудь одинаковое. В качестве примера идеально подойдут глинистые грунты. Как правило, их несущая способность варьируется от 1-2 до 7-8 килограммов на 1 квадратный сантиметр. При столь существенной разнице, как можно говорить об одинаковом поведении глинистых грунтов по отношению к фундаменту. Подобных упущений очень много. Например, при строительстве фундаментов из металлических свай совершенно не учитывается, что те же глинистые грунты в подавляющем большинстве случаев находятся во влажном или водонасыщенном состоянии, а следовательно, характеризуются высокой агрессивностью по отношению к стали. А это может привести к сокращению срока службы 1 миллиметра стали с 20 лет до 5. В этом случае, конечно, можно понадеяться на защитное покрытие. Однако это заблуждение столь же опасно, сколь и распространено. Ни одно покрытие, даже самое совершенное, не может гарантировать 100% защиту стали. Слишком высока вероятность его повреждения из-за абразивного воздействия грунтов при погружении свай. Да и производители покрытий гарантируют срок службы своей продукции не более 10-15 лет. Если вас пытаются убедить в обратном, стоит всерьез задуматься, насколько честен с вами ваш подрядчик. Получается, чтобы подобрать фундамент, который будет максимально соответствовать грунтовым условиям участка строительства, нужно сначала как можно больше узнать об этих самых грунтовых условиях. Но как? Заказ всего объема инженерно-геологических изысканий может лететь в копеечку. В случае с малоэтажным строительством стоимость геологии может оказаться выше стоимости самого фундамента. Это связано с тем, что в соответствии с требованиями нормативных документов, при проведении инженерно-геологических изысканий получают и анализируют большой объем информации. А это, в свою очередь, требует применения разнопланового специализированного оборудования, иногда довольно дорогостоящего, привлечения большого числа специалистов. Однако не вся полученная в ходе подобных исследований информация может пригодиться при строительстве фундамента индивидуального жилого дома. К примеру, каким образом мы должны использовать данные о происхождении и возрасте грунтов, о тектоническом строении участка? Все, что действительно будет представлять для нас ценность, это данные о физико-механических и коррозионных свойствах грунтов. Из этого следует вполне логичный вывод. Объем исследований можно и нужно сокращать, что, кстати, подтверждается и мировой практикой. Скоростные методы исследования и анализа, к примеру, такие как зондирование грунтов и измерение удельного электрического сопротивления грунта с каждым годом получают все более значительное распространение. В чем же суть этих метод? Зондирование, как один из основных геотехнических методов исследования, позволяет получить сведения о характеристиках грунтов в любой точке по глубине скважины в условии их естественного залегания. Более того, скорость метода позволяет выполнить при меньших финансовых вложениях значительно большее количество измерений, чем в случае с традиционными методами, использующими бурение скважин. А как известно, чем больше данных, тем точнее результат. Статическое или динамическое зондирование в соответствии с ГОСТ, грунты, методы полевых испытаний, статическим и динамическим зондированием. Процесс, когда исследование грунта по глубине производят с помощью вдавливания или забивки стандартного наконечника молотом постоянной массы с фиксированной высоты. В ходе исследования специалисты фиксируют сопротивление или количество ударов молота, при котором происходит последовательное погружение наконечника на каждые 10 сантиметров. Затем полученные результаты используют для определения физико-механических свойств грунта, информация о которых необходима для проектирования фундаментов любого типа, как из винтовых свай, так и традиционных бетонных. Измерение удельного электрического сопротивления грунта позволяет определить скорость коррозии металла в грунте. Дело в том, что абсолютно сухих грунтов не бывает, а влага, содержащаяся в грунте, играет роль электролита. И именно удельное сопротивление электролита влияет на величину тока, а значит, на скорость коррозии. Таким образом, выполнив всего два скоростных исследования, мы получим информацию, необходимую для проектирования любого фундамента, а также для расчета срока службы, если речь идет о винтовых сваях. К примеру, как показывает многолетний опыт нашей компании, соответствие фундамента грунтовым условиям в 90% случаев приведет к удешевлению фундаментной конструкции в целом. В случае с бетонными фундаментами, владея информацией о грунтах, можно снизить материалы емкость, сократив расход бетона и арматуры. Так, при проектировании ленточного фундамента, это достигается за счет уменьшения глубины заложения и ширины. В случае с винтовыми сваями, можно без риска уменьшить длину, диаметр и толщину трубы, подобрать марку стали, использовать трубы различного сечения, уменьшить диаметр лопастей, изменить конфигурацию лопастей, подобрать под каждую нагрузку свою конструкцию сваи. Зачем, к примеру, под ненесущие стены устанавливать такие же сваи, что и под несущие? И так далее. Кроме того, вы можете самостоятельно решить, какой вам необходим срок службы фундамента и подобрать соответствующие сваи. Например, для чего использовать в неагрессивных грунтах дорогостоящие сваи из высоколигированной стали с толщиной стенки 7 мм, которые без проблем простоят 100 лет, когда вам достаточно 50. Но почему удешевление возможно только в 90% случаев? Потому что в оставшихся 10% грунтовые условия характеризуются как сложные. Грунты имеют низкую несущую способность, высокую степень агрессивности по отношению к стали и тому подобное. Тем не менее, и в этом случае, проведя необходимые исследования, вы, во-первых, будете уверены, что фундамент не преподнесет вам никаких сюрпризов через пару лет эксплуатации, а во-вторых, сэкономите в будущем, избавившись от необходимости вкладывать средства в ремонт зданий. Вывод напрашивается сам собой. Чтобы не оказаться среди тех 90% заказчиков, которые переплачивают, а тем более среди тех 10%, которые неоправданно рискуют, достаточно просто провести геотехнические исследования на этапе проектирования фундамента. А что выберете вы?